Канат, лыжные гонки, хоккей с мячом, метание мяча. В этих четырех дисциплинах опробовали себя дети и подростки из групп риска. Побежденных не было. Так можно сказать об этом муниципальном этапе соревнований «Волшебный мяч». На соревновании царила атмосфера доброты и поддержки. У Надежды Обетовой в команде собралось шесть одногруппников. Вместе они с легкостью проходят все эти этапы. У меня есть интерес к спорту. Мне это нравится. А вот именно в этом конкурсе? Что-то хочешь выиграть? Да, что-то хочу выиграть. Может быть, даже из-за интереса. Но награда – это не самое главное. Главное время провести хорошо. Всего же на этом спортивном турнире поучаствовали 19 команд. А это более 100 ребят с разных школ и средних специальных учебных заведений. Соревнования «Волшебный мяч» для Березняков уже стали традицией. В этот раз они прошли на территории школы номер 8. Вообще «Волшебный мяч» – это традиционные соревнования. Они проводятся ежегодно на региональном этапе. Но муниципальный этап именно в городе Березняки уже несколько лет не проводился. И он проводится уже… Ну, в прошлом году его точно не было. Но, то есть, с перерывом несколько лет он сегодня все-таки у нас проходит. В этот день участники соревнований показали хорошую физическую подготовку. И, как следствие, хороший результат. Такой подход к непростым подросткам позволяет наладить диалог, выработать у молодежи хорошие привычки, сплотиться со сверстниками в общении. И, как мы видим, это у них действительно получается. Это мероприятие направлено на привитие интереса подростков к здоровому образу жизни, к спорту и физкультуре. Для того, чтобы отвлечь подростков от улицы и от совершения ими противоправных деяний. Но лучшие спортсмены по итогу этих соревнований войдут в сборную города Березняки и выступят на краевом этапе турнира «Волшебный мяч». Алина Дудина, Владимир Покровский. Наши новости.